Я потрясающе, я кайфую, если честно. Да? Да. Ну, все приятно заниматься. Я просто привыкла жить, ну, сидя, работать перед компьютером, поэтому у меня немножко как бы нет никаких заморочек по этому поводу. Так, ну что ж, единственное, что на свидание не ходишь. Все ушли в карантин, и все пишут через неделю. Ну, ладно, через неделю, так через неделю. Это дано. Так, давай начнем мы с тобой с фильма «Солнце мое». Со сверхзадачи фильмов. Вот это моя самая любимая часть дела, потому что я не зря выбрала эти фильмы. Ты, наверное, понимаешь, что я все делаю не зря. Даже когда ругаюсь, я это не зря делаю. Даже когда учу фотографировать, Люб, я тоже это не зря делаю. Давай. Так, давай начнем. Невидимый фильм. Так, да, фильм «Невидимый». Значит, нужно было понять сверхзадачу главной героини. Значит, сверхзадача героини была спасти этого мальчика, если еще более глобальная, то сделать что-то хорошее. Потому что у нее, ну, она была всегда изгоем, вот, из бедной семьи, и все у нее неудачно складывалось, и ее все назвали неудачницей. Вот. А к концу фильма она действительно сделала хоть что-то хорошее, она это даже произнесла и спасла этого юношу. Так что сверхзадача, я считаю, это спасти человека или сделать что-то хорошее. Я тебя поняла, я тебя услышала. Ты даже фильм немножко проанализировала. Молодец, да? Смотри, теперь давай так. Ты можешь оставить эту сверхзадачу, ты можешь с ней работать. Очень все замечательно, хорошо. Но когда мы делаем сверхзадачу и попадаем не в ту точку, мы можем... У нас может не получиться или неинтересная роль, или мы можем не до конца сами понять персонаж там и все остальное. Давай попробуем так. Как ты рассмотришь другой вариант, если мы еще раз внимательно проанализируем фильм? И смотри, там есть несколько эпизодов очень интересных таких, которые подталкивают меня на другую сверхзадачу. Например, скажи, пожалуйста, когда человек любит жизнь в здравом уме, соображает нормально, и вдруг на него наставят пистолет, какая у него будет реакция? Он испугается за свою жизнь. Что сделала наша героиня? Может, тогда сверхзадача остаться в живых? Практически попала, но давай так, я задала тебе вопрос. Что сделала наша героиня? А там, смотря в каком эпизоде, просто там было несколько таких. Когда, нет, там в один только эпизод, я помню, что на нее парень наставил пистолет. Это сначала она наставила, потом он на нее наставил, он же ее выстрелил в нее, а она упала. Нет, я поняла тебя, это последний эпизод. Там, где потом за ней полицейские погнались, перед тем, как за ней полицейские погнались, на нее парень наставляет пистолет. И что она делает? Я не помню. Она подходит к нему и говорит, стреляй. А, да-да-да. И еще один эпизод, на который хочу обратить твое внимание, это когда они грабят. То есть, вернее, она потом уже берет молоток, бьет стекла и берет то, что ей надо. Да. Вот два случая. Почему этот человек делает? Заметь, ее партнер сам испугался ее выходком. Ну да, да, она же это делала перед Маркусом. Почему она это делала? Как ты думаешь? Заставить на себя обратить внимание, чтобы... Это я сейчас к сверхзадаче иду, не к эпизоду я. Я не про эпизод, я про сверхзадачу, чтобы ты подумала. На человека наставляют пистолет. Нормальный, адекватный человек скажет, слушайте, ребят, все, все, все хорошо, я вот ухожу, все нормально. Стрелять не надо там, все хорошо. Это адекватный человек скажет, человек, который ценит свою жизнь. Хорошо, еще даю одну подсказку. И тут на человека, на нее наставляют пистолет, она просто говорит, стреляй. Или просто, не совсем по барабану, она берет молоток и стучит по стеклам, берет то, что ей надо. Почему она так делает? Что ей движет на самом деле? Это как раз тема нашей сверхзадачи. Вернуть силу. Еще раз. Человек, когда подсказка ценит свою жизнь, и когда на него наставляют пистолет, он сделает все возможное, чтобы человек не выстрелил. тут человек делает все возможное, чтобы что? Чтобы показать, что она сильная. А может, она и не хотела жить, или не хотела? Ну, молодец, молодец. Нормальный, адекватный человек будет так вести? Маркус, вот даже он сидел, да? А он так будет себя вести? Нет. Он бы даже не подумал взять молоток и начать бить стекла, и что-то там забирать. Он потому что... Он почему? Да у него есть инстинкт самосохранения. А у человека, у которого отсутствует инстинкт самосохранения, он как раз и будет... Да стреляет мне по барабану. Почему он не выстрелил? Он понял, что он, убив ее, ничего этим не добьется. А почему она стала бить стекла, да ей по барабану сейчас приедут полицейские? Да все равно, ну приезжайте, достреляйте. Значит, какая у героини была сверхзадача? Умереть. Молодец. Добилась она своей сверхзадачи? Да. Да. Когда она добилась своей сверхзадачи, она хотела уже эту сверхзадачу или нет? Нет. Вот это тот вариант... Помнишь, я тебе говорила, иногда есть вариант, когда я ставлю какую-то задачу, но я ее не добиваюсь, я становлюсь грустным, печальным. А вот здесь вариант этого фильма, это тогда, когда я поставила сверхзадачу, я ее добилась, этой сверхзадачи, а когда я добилась, я понимаю, что, блин, какая я была дура на самом деле. Она начала... Почему она сделала этот поступок? Она жизнь начала ценить. Ну да. Жизнь ценить. И она захотела вот это вот ему отдать. Хотя бы сделать что-то вот... У меня сейчас мурашки пошли потяло. Вот это вот очень сильная сверхзадача. И, кстати, больше я ее нигде не встречала. Если встречишь, это будет здорово. Поэтому вот это вот очень надо хорошо запомнить. Ладно? Дальше. У тебя ждет великое будущее. Ты обязательно этим воспользуешься. Теперь по поводу фильма «Красавча Калфи». Здесь что? Сейчас. Можно одну секунду? Я хотела вопрос по поводу вот этого фильма предыдущего. Там есть эпизод с ее маленьким братом в начале фильма, где она говорит матери, что там покорми, да, значит, брата его. Вот. И она потом уходит к этому брату, он надевает наушники и, значит, в себя уходит. А брат ей говорит, чтобы она никуда не ходила, потому что, ну, видимо, понимает, что она там хулиганка, и он за нее переживает. И вот, ну, я еще разбирала сценические задачи именно, ну, в сцене. Там сцена заканчивается на том, что он ее просит никуда не ходить, она как бы такая «да-да-да», поворачивается и говорит, ты не переживай, это там в последний раз, ну, что-то в этом роде. А реакцию мальчика не показывают. Вот у меня вопрос. В любом случае в этой сцене ее сценическая задача не обидеть брата, даже несмотря на то, что мы не видим конечный результат, или там была другая сценическая задача у нее? Там, наверное, не то, что не обидеть, а дать надежду, может быть. Дать надежду. Ну, то есть вообще необязательно увидеть реакцию другого персонажа в любом случае. Потому что я вот помню, как вы приводили пример с этим актером Джек, который с часами, да, который не хотел обидеть. Мы же там четко увидели в конце, что она действительно не обиделась и его отпустила. А в этой сцене получается, что у девушки была задача дать надежду, не обидеть, а реакцию мальчика не показали. Ты определись, или дать одежду, или не обидеть. Мне кажется, там все-таки дать надежду человеку, что она вернется. Ну, то есть брату. Ты про брата ведь про младшего говоришь? Мне кажется, что там все-таки то, что она вернется. Он же за нее переживает, как я правильно понимаю? Да. Ну, или успокоить, чтобы человек за нее не переживал. Вот, наверное, вот это будет сценическая задача, чтобы не переживал. Чтобы не переживал. Вот, я так думаю. Ну, мы сейчас вернемся, мы же... Я же там дала тебе задание по трем эпизодам, правильно? Угу. Вот, теперь давай, красавчик Алфи, и пойдем к эпизодам. Да, значит, красавчик Алфи. Сверхзадача. Сверхзадача, да. Вообще. Все хорошо, все хорошо. Я тебя, мы сейчас с тобой учимся главному, это уметь анализировать. Понимаешь, все остальное это приходящее. Тебя везде каждый научит поднять руку там, пукнуть здесь, понизить голос, повысить голос. Это все во время даже съемок может происходить. Я тебя учу самому главному, умению анализировать, чему не учит никто. Понимаешь, ни в одной, вот я же тоже много обучалась. Никто не учит анализировать человека, чтобы он понимал вообще, для чего он это делал. Вообще, для чего я иду в актеры? Ты хотя бы знай, для чего ты идешь в актеры. Ты идешь в актеры, потому что тебя папа, мама унижали в детстве, мыли тобой полы, считали, там общество считало, что ты никто и зовут тебя никак. И вот ты теперь решил стать актером. Ты хотя бы это осознавая, уже будешь понимать, а вообще надо тебе что-то кому-то доказывать или не надо. Мы этому не умеем, вообще мы это не умеем, нас этому не учит никто. И еще, кстати, пока не забыла, посмотри фильм, я не смотрю наши фильмы, а тут, значит, есть такой замечательный фильм «Тридцать свиданий». Ну, у меня просто сейчас по тренингу домашнее задание, это было посмотреть вот этот фильм. Ну, я думаю, хорошо, вчера я села, значит, купила себе вкусняшек, попкорн взяла, сижу, смотрю. И вдруг понимаю, что как здорово, что я посмотрела этот фильм, потому что посмотри ее «Игру медведевой». Она нигде не училась ведь, она же играла в КВН, ну, она может играет, я сейчас не знаю, я не смотрю телевизор. Боже, я, понимаешь, я всех актеров дальше простила, вот всех актеров простила, потому что насколько «I'm busy», она занята, она не играла, она проживала. Вот совершенно человек без актерского образования, вот это, я считаю, наилучшее, когда ты не идешь вот в этот, куда-то, да, там учиться. А вот когда ты, я не знаю, может быть, может быть, это действительно ее талант, но она, или просто ее не испортила, не испортила вот это вот обучение, да, но, боже, как она прекрасна. Все остальные актеры сразу говорю, никакие, все, она единственная в этом фильме, и я считаю, что она единственная, но еще сюжет интересный, еще «Голос ангела» тоже вообще, ну, и главный герой, который херово играет, но который такой красивый и накачанный, все. Ну, да. Вот, ну, мне очень понравилось, посмотри работу Медведева, это дорогого стоит, девчонка без образования, гениально. Так, теперь пошли, красавчик Алфе. Самое элементарное, что мне показалось, это быть любимым, но это если прям в психологию углубляться, потому что, ну, если человек реально ищет, 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 и не находит, это значит, что у него либо в детстве там папы, мамы не было, и вот эта недолюбовь вылилась вот на это. И вторая мысль о том, что он хотел отомстить, то есть у него были какие-то такие же отношения, и он за счет вот этой своей обиды мстит девушкам, с которыми он встречается. Вот сейчас смотри, сейчас вот хорошо, что ты мне сказала про две, у меня тогда вопрос, тебе понравился красавчик Алфе? Ну, мне нет. Ну, как персонаж у тебя вызвала антипатию? Как персонаж? Ну, кстати, нет, такой, харизматичный. Так, значит, какая у нас будет сценическая сверхзадача? Быть любимым. Вот, почему, если, когда, то есть, почему быть любимым, потому что он не вызывает у нас отвращения, да, мы все-таки как-то все равно ему сочувствуем и сопереживаем. Почему? Потому что человек ищет любви, значит, вот тот вариант, что у него, да, действительно, может быть второй вариант, может быть, но тогда, мне кажется, мы, герои, будем чувствовать антипатию. Вот, а тут мы, нам этот персонаж очень нравится, ну, не очень, но все равно, как бы мы начинаем сочувствовать и сопереживать, соответственно, добивается он поставленной сверхзадачей быть любимым? Нет. Нет, вот, вот почему у него грустный монолог. А почему я взяла этот фильм, вот эту работу, да, мы с парнем с одним делали этот монолог. Я думаю, да что у меня несостыковка идет. Я очень мучилась, у меня это реально просто. И потом уже я сообразила, что дело в сверхзадаче, которой он не добился, и поэтому вот здесь вот идет этот грустный монолог. Супер. И еще что-то я хотела. А, и еще я хотела сказать здесь сразу же про фильм «Молчание ягнят», за которую Хопкинс получает Оскара, хотя он в кадре появляется всего 16 минут. Тогда, скажи, пожалуйста, ты смотрела этот фильм, а мы, герои, мы испытываем герою антипатию? Нет. Нет. Тогда у нас вопрос, почему? Почему? Сверхзадача у него другая. Ну, то есть не прямо убивать. Какая у него сверхзадача? Ты только что, мы только что разобрали. Только что. Ну, быть любимым. Кем? Этой девушкой, которая была сверхзадача. То есть Клариса ему понравилась, правильно? И он, может быть, где-то подсознательно, он все равно хочет, чтобы она его признала, правильно? Да. Поэтому он добивается вот этого весь фильм, и в связи с этим мы этого персонажа, потому что нам тоже это свойственно, мы тоже добиваемся там любви, мы тоже прекрасно понимаем где-то на подсознательном уровне, что есть какой-то человек, который, допустим, нам нравился, и мы добивались там его любви, его расположения. Теперь ты поняла вот эту вот великую силу сверхзадачи, поняла? И великую силу умения анализировать. Все. Считай, что ты теперь можешь брать, ну, любые вершины. Тебе будет, даже с человеком, когда ты будешь общаться, ты будешь уже его понимать. У меня вот буквально на днях произошел один такой интересный случай. Значит, парень меня пригласил, типа, приезжай. Я, значит, ну, а мне ехать далеко, я сейчас в Видном живу, а мне там московая операция. Я говорю, хорошо, ты такси оплачиваешь, я приезжаю. Он такой, да без проблем, я чего, мало зарабатываю, типа того, что. Ладно. Значит, я собралась, звоню ему, говорю, слушай, мне надо, а, заказывай такси, и, значит, я еду. Он такой, а ты сама закажи? Типа. Я говорю, нет, давай ты заказываешь. И я приезжаю. Значит, я такая, смотрю, у него реакция какая-то. Знаешь, доли секунды буквально, вот обожаю по этому вот актерское мастерство, доли секунды. И вдруг я понимаю, что я, наверное, никуда не поеду. Потому что через некоторое время мне приходит такая смска. Слушай, я тут очень устал, может, я посплю. Я такая, да без проблем спи, конечно. Вот понимаешь, человек прочитался буквально за долю секунды. Поэтому то, чем ты сейчас овладеешь, это будет гениальная просто психология. Она тебе очень часто пригодится. Так, отлично, идем дальше. Теперь у нас по сценическим задачам. Сейчас, еще одну секундочку я хотела спросить. А вот в любом случае в фильмах же есть... Вот я сегодня еще смотрела разбор режиссерской «Мумия». «Мумия», был такой фильм «Мумия», который Дима Григорьевна... Да, да, да. И там как раз про одного персонажа, я уже не помню, как его звали, вот мерзкий, противный, просто до безумия мерзотный персонаж, которого вот прям вот и зрители, и все терпеть не могут. Однако, ну и у актера была такая сверхзадача, да, что он там мстительный такой, весь меркантильный, жадный, и он в конце погибает. В любом же случае, ну, должны быть такие персонажи в фильмах, которые будут в любом случае вызывать антипатию? Или нужно все сверхзадачи как бы подгонять под небольшой позитив? Нет-нет-нет, у каждого же персонажа своя сверхзадача. Нет, я просто говорю тебе примеры, разные примеры привожу, чтобы понимать, что все бывает разное, то есть не бывает одного и того же. Да, есть персонажи, у которых там сверхзадача такая... Я тоже недавно смотрела фильм, там такая... Знаешь, специально ввели этот персонаж, конфликт создать у зрителя, иначе нам неинтересно смотреть тоже. Человек же тоже должен эмоции, когда я смотрю фильм, ты смотришь, и мы должны испытывать определенные эмоции, специально вводятся вот такие персонажи. Почему, допустим, в комедиях один большой, накачанный, да, а второй маленький, как Денира и Шварценеггер, а второй маленький, круглый и толстый. Почему? Чтобы у нас тоже конфликт вызывать, иначе, ну, неинтересно, это тоже очень интересно, в принципе. Вот, поэтому это должно быть... Я смотрела персонаж, ой, то есть тоже недавно в фильме, там была начальница, ее специально ввели, ой, как она раздражала, там она... Вот у нее была сверхзадача, скорее всего, все разрушить. Вот она пыталась одного человека убрать, заменить ее другим человеком, послать не туда, куда надо, да, ну, у нее была такая тоже сверхзадача. Мы вроде любим этих героев, но тут появляется тетя, это делается специально, чтобы тебе тоже было понятно. Поняла? Да. Ну, тут, понимаешь, в чем дело? Тут очень важно, если вдруг тебе такой персонаж попадется, любить этот персонаж. Ну да, в любом случае, да. Да, ты должна найти вот какие-то такие точки соприкосновения, что любить этот персонаж. Так, теперь пошли по сценическим задачам. Так, первый фильм, значит, сейчас... В первом фильме главная героиня... Ты мне просто скажи, о чем первый эпизод, второй эпизод, третий эпизод? Да, 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 сейчас я скажу. Значит, в первом эпизоде, где вот как раз ее первое столкновение с главным героем, и они спорят в кабинете директора, вот они там находятся, значит... Какая у нее сценическая задача там? Делать так, чтобы он признал правоту ее, то есть он в конце сцены сказал, да, ты права, то есть она всем своим видом показывала, что он был не прав, а она права. Вот, она... Причем эта сцена, она недолгая, она там в основном молчала. Да, 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 я помню эту сцену, я помню хорошо эту сцену. Так, что... Может быть, вполне, да, соглашусь. Тогда, хорошо, тогда у меня вопрос, перед этой сценой была сцена драки. Какая у нее там была сценическая задача? Перед тем, как их директору вызвали, какая там была сцена? Она на него напала в столовой, помнишь? Ну да, да, да. Какая у нее была там сценическая задача? Чтобы он признал ее силу. Ну, может быть, да, чтобы он признал ее силу. А почему она решила, чтобы он признал ее силу в этом моменте? Почему? Почему ей стало необходимо, чтобы он признал ее силу? А мне кажется, если честно, мне показалось, что она вообще в нем увидела некоторое зеркало. То есть, что она изгой, что он изгой. Только он отличник, она же его чморила за это постоянно, она его называла. Почему ей важно было в этом моменте, чтобы он признал ее силу? Смотри, она сидит со своей бандой, правильно? Да. Со столом. Подходит этот парень, и что делает на глазах у ее банды? Я не помню. Или я не смотрела фильм до конца, от начала. Я смотрела. Она, он ее унижает, он унижает ее авторитет. Когда унижают твой авторитет при людях, что ты будешь делать в любом случае? И неважно, опасно это или не опасно, ты будешь восстанавливать свой авторитет. И ей ничего не оставалось делать, как сделать этот шаг, иначе бы она в глазах своих людей потеряла бы свой авторитет. Вот у нее сценическая задача будет держать, то есть оставить свой авторитет на уровне. Вот у нее какая сценическая задача будет. Этой драки могло бы и не быть. Если бы, допустим, он подошел бы к ней и сказал это один на один. Поняла, да, меня? Давай следующий эпизод. Так, сейчас. Сейчас. Момент, как раз, когда с Маркусом заставить нервничать за нее, то есть переживать, когда она просто уходит. Когда он как раз взял телефон позвонить в полицию, вот у них была сцена, где она приходит, вся, ну, как бы разбитая, вот, произошедшим, и докладывает об этом, и она ждет от него реакции, от него внимания, и в итоге она принимает решение молча уйти, а он ее зовет. То есть говорит, остановись, остановись, она в итоге все равно ушла. То есть заставить нервничать, переживать. Нет, она же там за помощью, по-моему, к нему пришла. А, перед этим, да, 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 да. Она же за помощью к нему пришла, а он ей отказал. Да. Она еще тогда это, окрасила машины кровью, вот, окрасила. Вот. А она ему потом начала еще угрожать, да, правильно ведь? Это после было. А, это после? А, значит, она пришла за помощью. Вот сценическая задача. Чтоб ты мне помог. Мы, когда мы нуждаемся в помощи, мы куда идем? Ну, к самому близкому человеку. Ну, тот человек, на которого мы рассчитываем и понимаем, что он сейчас тебе поможет. Но этот человек может и не помочь, правильно? Да, да. Вот. То есть простая сценическая задача. И третий эпизод. Так, третий. Сейчас я скажу. Ну, вот как раз, когда избивает... Когда она избивает главного героя и выстреливает в него, вот она его бьет, она хочет, чтобы он признал, что неудачник это он, а не она. То есть добиться, может быть, своей правоты, или чтобы он... Ну, просто признание, само признание, что он неудачник, а не она. когда она избивает главного героя. Когда они его в лицо оставляют, получается, да? Да, да. Или, смотри, она там или свою силу показывает, вот ты сама сказала, показать тебе, да, показать тебе свою силу, да, или она все-таки, знаешь... Или она восстанавливает свою силу, власть. Ну, да. Тем самым, знаешь, может быть... Это должно было рано или поздно случиться, то есть она тоже, скорее всего, понимала, что рано или поздно она кого-нибудь убьет с таким поведением, да? А может быть... Все-таки она взяла, знаешь, почему, мне кажется, пистолет и все-таки выстрелила, чтобы показать братве свою, наверное, знаешь, чтобы они ее боялись. Ну, да, свою силу, свою значимость, что она вот, ну, глава. Угу, да. Понимала, что... Понимая, что рано или поздно это случится, она все-таки... Какая разница там уже была, кто жертву будет? Значит, она приняла решение, что это будет жертва, и тут уже некуда деваться. Тем более к тому, на данный момент она к нему, кроме ненависти, ничего не испытывала. Вот, поэтому тут и выстрел произошел. Вот, и она свой авторитет поддержала и выбор сделала, по идее, что все, живых она уже не останется. Это конец, это начало конца. Ну, да. Вот так, скажем. А там пациент была еще, ну, вот ближе к концу с матерью, когда как раз он лежал в больнице. Там вот я не очень поняла, пациент задачи, чья это пациент задачи, главного героя или героини, или их вместе, потому что они же вдвоем, она же слышала его, как призрака, да, он стоял сзади, а перед ним мать сначала ей отвешивает по щечину, значит, ну, ты зачем сюда попала? И у нее была сцена задачи, как я поняла, чтобы заставить мать выслушать ее, потому что она сначала пыталась сказать, что она слышит этого сына, а мать сначала не верила, угрожала, говорит, уходи отсюда. А потом главный герой ей подсказал о том, что надо ее же словами произнести, то есть эпизод, когда она читала его стихотворение, вот, она же не могла этого знать. И вот эта сцена задачи, она чья? Главной героине заставить слушать? Смотри, здесь на самом деле вот эти вот два эпизода это соедини в один эпизод. То есть, помнишь, мы с тобой в начале, когда сверхзадачу проговаривали, у нас там был момент, когда я сказала, что она, когда уже поняла, что она не хочет умирать, потому что она любит, ее задача была спасти этого человека, оставить его жить. И вот она как раз вот последнее это и добивалась, чтобы спасти другую жизнь. И там уже не важно, какими, это уже, какими действиями она бы это сделала, но по крайней мере, попытаться спасти вот эту вот человеческую жизнь. Ей просто пришлось пройти через мать. а ее задача была лечь рядом с ним и уже спасти его. Вот. Это как бы одна, один эпизод, считай. Вот. И сценическая задача. Просто в кино, на самом деле, эпизод это не значит, что мы вот этот маленький кусочек посмотрели, да, и вот этот маленький кусочек может продолжиться там дальше. Поняла, да? Да. Я думаю, что у нас сегодня на самом деле очень сильный урок состоялся, но мы сейчас еще идем дальше. Я ставлю демонстрацию экрана, ты большая молодец, с тобой очень приятно работать. Вот. Побольше бы таких просто вот реальных людей, которые... Так, ставлю демонстрацию экрана, идем смотреть твое видео. Если вдруг выкинет, то снова созваниваемся, ладно? Да. Идем. Три видеозаписи. А почему только три опять? А предыдущие я вам сейчас докину. Я их перешлю. Сначала же эти, которые были по тактику. Ты там же еще что-то высылала, по-моему. Да-да-да. А там все остальные, то, что я переснимала. Вот урок. Просто вы сказали... Так, давай сначала тактики действия, те старые, если не успеем по времени, оставим на следующий урок. Хорошо? Просто на следующий урок... Сейчас скажу тебе, когда это у нас с тобой будет. Так, актерская пауза, внутренний монолог у нас с тобой будет, да? И вот потом идет... Потом будет практика, проверка домашнего задания. Вот тогда мне, пожалуйста, все видео перешли, чтобы мы с тобой друг за другом все смотрели, ладно? Да. Потому что справимся, проще будет. Так, давай, поехали. Знаешь, что? А мы тоже с вами. У нас с вами все равно. Так, первое я бы хотела узнать. Сейчас 17 секунд, я смотрю. Это какой вариант? Первый или второй? Или третий? Аааа... Это первый, да? То есть 17 секунд, это первый? Обязательно вот. Обязательно вот. Обязательно вот. А я причем поняла, после того, что записала, что на вот я попустила. абсолютно видео. Не знаю. Слушай, вот сама как оцениваешь свою работу? Вообще никак. Объясняю, почему. Я поняла, что мне очень трудно произносить фразу и при этом держать действие. То есть мне сначала надо представить ситуацию, да? Кому я это говорю, еще с флешбеком, то, что было до этого. Потом я произношу фразу с определенной интонацией, которая должна быть под действием, а потом представить себе следующее действие и только потом произнести фразу. И, в общем, у меня такой кокулятор в голове, что кажется, это какой-то провал. Это нормально. Это же мы сейчас делаем упражнение, потом уже войдешь, и все будет хорошо. Вот смотри. Я хотела тебе сказать, это очень красивое, когда не накрашенное. Просто в какой зоне ты здесь работаешь, скажи мне, пожалуйста. Первый, второй. А, Б. В один. Здесь можно... Слушай, в самом деле мне понравился этот вариант. Единственное, что, ну, обиды мне, допустим, чуть-чуть не хватило. А тут вот реально ты разная. Это вот, знаешь, как в жизни. Тут не там, вот не... В театре это было бы, да, там не яркие перепады у тебя, а вот они вот такие вот идут вот так. Мне, в принципе, понравилось. Ты можешь, Сергей, кстати. Ну да, да. Да, я понимаю. Вы знаешь, вопрос, я бы все-таки задала персонажу, который передо мной видит вас в первом варианте, да? То есть не в зоне А работать, а на него почему-то так со мной и потом можно плыть и в зону А, хотя нет, не отвечай, я знаю, потому что тебе все равно. Понимаю, что. Вот, вот, хотелось бы, ты там не бойся между вот этими тактами делать все паузы. Ты в зоне А, так, хорошо? Молодец. Слушай, ты вот, тебе вот, ты молодец, ты попал туда, куда надо, ко мне. Так, сейчас, 14 секунд, это какой вариант? Это второй вариант, сейчас я скажу, где успокоиться, заставить признать, заставить сказать, что это не так. удачусь. Попросить. Слушай, интересно, хотела сказать, что игра, да, ну, в первом такте не очень, а потом ты молодец, слушай. а дальше молодец. А о чем это говорит? Это говорит о том, что предыстория, сделай предысторию и начинай. Молодец, два такта, в принципе, нормальные. Нинечка. Так, и последнее, третий такт. Третий такт. Молодец, умничка. Там, конечно, надо было все в соревновании произнести, но все это тебе прощается. Хороший очень дубль. Молодец. Можешь мне вот третий дубль на ватсап прислать? Третий, да, да. Вот эти два давай переснимем с тобой, еще немножко доработаем их. А вот дубль третий не надо, он у тебя готов. Молодец. Умничка. Ты, моя умничка. Прям так, мы даже можем с тобой, я думаю, что еще кое-что посмотреть здесь, вот из этого всего. Вот это, по-моему, присылала еще. Ну что, флипс, по-моему. Или что-то еще. Страсть. Это страсть. Молодец. Я возбудилась. Умница. Умница. Вот если бы еще не этот крем. Вот, вот не совпадение. Вот взгляд молодец. Умница. Блин, вот не делай так никогда. Понимаешь, логика всегда должна. Даже если ты сейчас делаешь это упражнение, пожалуйста, огромнейше тебя прошу, делай на сто процентов. Ладно? Вот смотри, это в принципе то, что ты снимаешь сейчас, ты потом можешь шаурил сделать. Да. Вот если бы я делала еще что-нибудь, да, вот блузочку, взяла бы реально не крем, а такая, все, у тебя бы готовая работа была, ты могла бы потом это соединить в шаурил. Гениально, молодец, умница. Блин, я прям, это, в восторге. Все, это не переснимаем. тоже можешь мне ватсап переслать? Да. Да. Не, реально я возбудилась, молодец. Что? Что? Актер, нет, это очень важно, потому что актер должен делать так, чтобы зритель что-то испытывал. Тогда зритель начнет тебя любить. Когда я смотрела Медведеву, я испытывала радость за работу актерскую, понимаешь? Наконец-то хоть там, это, актер, который не играет, не кривляется, ничего, действительно живет. Этюд страх. смотри, должна быть какая-то история в этом этюде. Могла вообще убежать, кстати, в птичках, ничего страшного бы здесь не было. Могла бы, я не знаю, взять автомат и начать стрелять. Могла бы там спрятаться под стол. То есть, этюд, я тебя попросила сделать этюд страха. это должно быть интересно. Можешь там куда-нибудь, я не знаю, что-то поставить. Вообще, старайся снимать, когда ты сейчас снимаешь работу, старайся снимать так, что я могу поставить в шоу-рил. Тогда в таком случае и камера у тебя должна стоять не вертикально лучше всего, а горизонтально. Поняла меня? Да, я поняла. Вертикально, даже на пробы, когда ты высыпаешь свои пробы, кастинг-директора требуют все-таки вертикально, а не горизонтально. It's ok? Да. Страх переделать, этюд страха переделать, там должна быть какая-то история. Хорошо. Отлично. Так, 32 и 17, мы досмотрим, 32 секунды и 17, мы потом с тобой досмотрим. Хорошо? Так, теперь скажи, пожалуйста, твои победы сегодня? О, все, все победы и с анализом, и с этюдами, и с страхами. Я поняла, что мне нужно докрутить, переделать, вот, я обязательно это сделаю, вам перешлю. Я довольна собой сегодня. Тобой я рада. Подскажи, пожалуйста, Люба, ты разрешишь мне этот урок выложить в YouTube? Да, конечно. Ну, я спрашиваю твое разрешение, потому что, ну, без твоего разрешения все равно не имею права. вот, я немножко порядочная, Женя. Да, 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 вот. Все, тогда благодарю тебя за занятие, увидимся, я думаю, на съемках в Москве чуть-чуть попозже, вот, и так, завтра мы с тобой, завтра внутренний монолог у нас с тобой, занятие, во сколько мы тогда завтра с тобой? В любое время, можно тоже в час, как вам удобно. Давай пока ориентировочно пока на час, ладно? Да, хорошо. Все. Спасибо вам большое. Спасибо. Я тоже, Пока.